Сегодня у нас в гостях стендап-комики города Шенкента, Раиль и Мультиураган. И первый вопрос, первая ваша цель, самая главная, когда собирается аудитория, а вы стоите на сцене, это развеселить, поднять настроение у аудитории. А кто поднимает настроение вам? Бывают же моменты в жизни каждого человека, когда он влуждается, чтобы ему поднять настроение. Делаете ли вы это сами и как? Либо у вас есть какие-то другие методы? По-любому. По-любому мы поднимаем настроение, во-первых, друг к другу. То есть перед выступлением, если говорить о выступлении, то перед выступлением у нас специальная там коморка, где мы там комики собираемся. Вы бы видели, как мы друг друга заряжаем. Мы там просто бьем друг друга, там чуть ли не избиваем. Это в виде чего? Это в виде шуток или как? Ну, это по-любому. Вряд ли мы там в живую дрались, да? Кто же вас знает? Комики мы, да, непредсказуемые. Нет? Да. Ну, я смотрю вот комедии, выступлений и комиков. Да, вот, кстати, хотелось спросить, этот вопрос был несколько такой адресован каждому из вас, не командно, да, вот, и не в стендапе, а вообще в целом в жизни. А в целом. Вот именно в выступлениях, вот так, как Раэль сказал, вот так мы поднимаем себе настроение, дух там. В жизни, вот, я лично смотрю там комедии, выступления комиков, вот так и поднимается настроение. Особенно Сабурова вот смотрю. Ваш любимый комик, да, можно сказать? Ну, да. Тот пример для подражания. Как бы не то, чтобы у него копировать, а он надал нам планку, очень высокую планку, не только для нас казахстанских комиков, но и вообще для всего СНГ. Он просто вот так загнул папу, прямо эту планку, и вот пытаемся теперь до нее долететь. Раэль, а какие у вас вот личные методы по тому, как поднять себе настроение? Знаете, вот, блин, я перестал смотреть комедии, перестал смотреть ничего такого, вот, что связанное с юмором. Кроме Сабурова, только вот Сабурова смотрю. И то его мало выходит, поэтому особо на нем не засидишься. Я смотрю более серьезные ролики. Почему-то, когда дома, я вообще не думаю о юморе, а наоборот ухожу в что-то серьезное. Могу про политику посмотреть, могу там про какие-нибудь ужасные новости. Вообще, только серьезное, там, не знаю, с юмором. Это некое отвлечение, да, от основной деятельности. Да, потому что устаешь, устаешь постоянно вот это вот, типа, ну, смеяться и так далее. И это не грусть, да, это то, что необходимо просто. Это мне хочется. Я устал смотреть на юмор, потому что любой юмор, который я сейчас смотрю, я никогда не смотрю, прям смеясь. Все, у меня уже пропала вот эта вот грань, когда я вот смотрел на юмор и смеялся. Зачастую я могу посмотреть не сам КВН, а, допустим, обзор на КВН. То есть я люблю больше вот такие вот моменты как-то. Когда что-то высмеивается, да? Да. Со стороны. Посмотреть со стороны, как же это и так далее. И вот я больше так делаю. А есть ли какие-то советы у вас для наших телезрителей в плане того, как поднять себе настроение? Возможно, у вас есть какая-то шутка универсальная. У нас универсальная шутка. Если вам очень грустно и одиноко, то займитесь собой, да, вот капец вы какие-то. Приходите на наш стендап. Каждое воскресенье проходит в МРЦ. Это молодежный ресурсный центр. И плюс каждый последний четверг каждого месяца у нас большой стендап-концерт в огромном зале. Там на 600-800 человек, что ли. И вот мы подготавливаемся и последний четверг делаем большой концерт. Ближайший, 28 февраля. Кстати, очень долго к нему шли. Мы подарили эти секунды вам для того, чтобы вы смогли прорекламировать, проанонсировать предстоящий концерт. Да, Раиле, я не стала вас перебивать. А теперь мы все-таки вернемся к тому, о чем вы говорили. Вы говорили о стендапе, да? Хочется спросить, как у вас все получается на сегодняшний день? Как идет продвижение стендапа шемкенского именно среди нашей местной аудитории? Знаете, вот когда был стендап-концерт Сабурова, их было два больших в Туркестан-сарае. И тогда вот я на один из них пошел. На первом из них был друг, тоже с которым мы вместе выступаем. Ну, а нет. И по обоим концертам было понятно, что шемкенту нужен русский юмор. То есть, как русский юмор? Русскоязычный юмор. То есть, у нас много жайдарманов и так далее, но нет русскоязычного юмора. А что вы подразумеваете под русскоязычным? Именно на русском языке? На русском языке. Либо это вбирает какие-то моменты, присущие народу? Нет, нет, нет. Тот же колорит, та же самая ситуация, только на русском языке. Просто излагать на русском языке. Да, потому что многие не понимают, допустим, на казахском. И вот это необходимо шемкенту, нашему городу. Да, всему Казахстану, да, это необходимо именно юмор на русском языке. Потому что соответствующая аудитория, она есть, а юмора не хватает. И вот мы как-то, не знаю, начали делать. Делаем и будем делать. И когда люди узнают где-то, типа, стендап, да ну, в шемкенте есть стендап. Вот такая реакция у многих людей. Потому что они знают, не знают, что это. Придя на наши выступления, возможно, не самое лучшее, возможно, не самое худшее, многие остаются с нами. То есть постоянно ходят и так далее. Станавливаются постоянно незрительными. Мультик, как считаете вы, как идет продвижение, вот по вашему ощущению, в городе стендапа? Отлично, на ура. Просто, ну, я вовремя пришел, да, получается. То есть вы пришли как раз в тот момент, когда развитие... Да, да, вот только-только началось, да, скажем так. И я пришел, то есть приехал из Бешкеки, я Кыргыз, кстати. Я сказал нет. Нет, вы не сказали. Да, да, приехал в прошлом году, сразу же начал искать, типа, комедишемкент, там, должно быть, должно же быть. Прям, и вот нашел пацанов. Почему вы вот прям так целенаправленно ранее этим занимались? Нет, ранее я смотрел вот Собурова, и прям, я такой... Ну, слушайте, что у одного гостя, что у второго звучит в речи Нурлан Собуров, вот просто... Вот он так мотивировал, да, типа... Много не удивиться. Я смотрел на него, и я тоже так хочу, да. Вы уже год этим занимаетесь, правильно? Да. Раиле, вы немного больше, да, полтора года. Но хочется спросить, а сколько вообще стендап вот с основания, с момента основания вообще существует у нас в городе, да, уже? У нас в городе, знаете, по разным каким-то информациям, да. Да, что он давно, но он был такой вот раз в полгода, наверное. Да. Резко. Устроят, получится, нет. В плане вот как, не знаю, там, как диджейский батл, вот типа такого было. Не было регулярного чего-то и так далее. И не было комиков. Да. Честно скажу, на улицах иногда узнают, но не так, чтобы прям как звезду какую-то, а так, типа, эй, ты же выступал. Никто не говорит, типа, давай сфоткаемся, да. Просто говорят, ты же выступаешь, и все, да. Типа, молодец, у тебя вон та шутка хорошая, я тоже сам борец. Какая реакция у вас при этом? Прикольно это такое, что, блин, вам понравилось, все, приходите еще, вот теперь просто делишься, что вы уже в новой локации. Если человеку один раз понравилось, я лучше скажу, что мы еще делаем, и мы будем делать, мы никогда не остановимся. Монти, есть ли такие вот ощущения, что некие трудности есть в контакте с аудиторией нашей местной, например, да, возможно, юмор какой-то не принимается, если вы вынуждены выбирать какое-то определенное направление, потому что какое-то не понимается, или нет такого, или все дозволено? Нет, просто столько я выступаю уже год, то есть у меня еще такого не было, типа, не поняли, да, не дошли, там, такого еще не было, но мы стараемся убрать вот эти вот пошлые шутки, то есть у нас 18, да, то есть маты, маты убираем, да, и все вроде нормально, пока нормально, такие случаи не были еще. Короче, сейчас мы грязь чистим, серьезно говоря. Да, это была, да? Да, это была, потому что она была в барах. Да, в клубах. От места проведения тоже многое зависело, да? Да. И то есть от самого желания. Многие начинающие комики не понимают, что, допустим, чтобы шутить, не обязательно использовать мат, не обязательно использовать пошлое. Можно, оказывается, рассмешить и другими реальными ситуациями, взятыми из жизни. И вот многим молодым комикам, блин, трудно это объяснить, потому что они приходят, кроме как материться, не умеют, да, они думают, что вот сейчас из десяти слов девять матов скажу, все упадут. И там еще добавлю последним словом таким, эх, извращенским. Разорву. И все, типа, разорву. Вот так вот думают. А выходят, на самом деле, они просто становятся неприятными зрителю. Ну, потому что реально это неприятно. Но у нас в Шимкенте, вот вы говорите, над какими темами не стоит шутить, то, блин, все равно черный юмор как-то немножко тяжко воспроизводит. И еще такой момент я запомнил, что люди сами смеются очень хорошо над пошлостями, но когда выступление заканчивается, они такие, ой, нельзя так, как он мог. А хотя между этим звучали и умные шутки, интеллектуальные шутки. Их не запомнят. Их, они слабо заходили. Они просто одному-двум заходят. Пошлость, она всем заходит. Прям все такие радостные. Ну, видите, вот не хотят признавать, что им это нравится. У всех просто вот этот яд. Есть ли у вас собственный стиль такой, выработался ли он, да, вот как у отдельного уже полноценного стендап-комика, да? И есть ли какие-то определенные темы, в которых вы работаете? Вот, например, зритель пришел в зал, и он знает, что сейчас выйдет мультиураган и будет шутить на какую-то определенную тему. Да, разные ситуации, разные истории, но тема одна. Вот такое есть или нет? Вот ты расскажи про свой концепт. Ну, просто нет, еще такого нету. Я, типа, я придумал вот это вот, это моя фишка, да, там, это моя тема, там, нет. Разные комики, то есть нас двое, мы можем одну тему, на одну тему рассказывать вообще по отдельности. То есть я по-своему, он по-своему. Так вот, еще такого нету, да, типа? И я знаю, что, в принципе, у вас были выступления, прям целые концерты, которые вы определяли в одну тематику. И все следовали ей. Да. Вот. И было такое, да? И было совершенно разное. Разное. Потому что каждый пережил тот момент по-другому. Каждый видит его по-другому. Вот для меня стыд это, там, не знаю, там, допустим, пробежаться в трусах по городу, да, допустим. А для кого-то это, типа, нормально же. Да. Вот такая ситуация. А то есть по стилям, вот знаете, честно говоря, я тру стендап-комик, потому что я реально беру все из жизни. То есть вот я прожил это, вот у меня вот, допустим, мама такая, самый любимый... Из любимых героев ваших стендапов? Герой мой, это мама. Это мама. Я ее очень сильно люблю. Ну, правда, она страдает в моих выступлениях. На самом деле я просто тру стендап-комик. В мультиже он более-менее такой стендапер, который, ну, в основном... Вот не знаю, вот как будто это правда, но в то же время прям он ее развивает. Не знаю, вообще. Слом. У него слом за сломом. У нас есть еще один вот тоже, один из основных комиков. Он выступает в роли мага, чародея, допустим. Всегда. То есть человек уже обозначил свой стиль. В котором он работает. Кстати, у нас появился новый стендап-комик, тоже необычный, знаете, у него болезнь на ДЦП. И он первый раз выступил. Блин. Мы ему, ну, так помогли собраться с мыслями. Знаете, это было настолько в разрыв. Настолько. Он еще в конце такой фразы сказал, типа, шутил, шутил, и в конце такой. А в конце хотелось бы сказать, грех смеяться над такими, как я. Это просто, это просто разорвало, знаете. На самом деле человек очень-очень большой. И у нас гордость пропирает, что о нас узнали. К нам пришел, допустим, такой человек. И с нами на равных. Мы с ним на равных. Ну, это правда здорово. А есть ли какие-то вот планы? Вот вы уже оговорились, вы сказали, что вы собираетесь это продвигать дальше. А как? Как это дальше продвигать? Что именно стоит в ваших целях? Мы вышли на Ютуб. Мы вышли на Инстаграм. На Инстаграм мы вышли изначально. Теперь же мы делаем на Ютубе это. И знаете, благодаря вот стендапу, у нас мысли в основном в юмористическом формате, они, не знаю, развиваются. И вот дальше, допустим, на Ютуб-проекте мы не делаем стендап. Мы делаем подкасты, возможно, на серьезные темы с юморным оттенком. Или же там Блиц-опрос есть у нас. Мы просто такие выдуманные какие-то вопросы задаем, и комик должен ответить смешно. Как-то там такие вопросы. Я считаю, что это все-таки способ завоевывания аудитории, да? Самый хороший. Я желаю, чтобы ваша аудитория действительно пополнялась, и это обеспечило бы продвижение стендапу, как реальному движению в городе. Спасибо вам большое. Я дарю вам газеты. Мы дарим вам газеты, раба. Читайте. Здесь новости нашего региона. Узнавайте о них. Все скажите, пусть про нас напишут. Спасибо.